Приветствую вас, аноним! Если вы хотите, чтобы вам помогли понять некое у вас психическое расстройство, вам нужно было свой вопрос задать не в раздел психологии, а в раздел медицины. Имина в разделе медицины, а нас есть шестналисты. Раши, вот. Которые занимаются, ну, вот, такими вещами. Ну, как нас есть. Ну, именно вот, именно в разделе медицины. Как психолог, я вам могу сказать следующее. Что, на мой взгляд, вы пытаетесь повесить на себя определенный герой. То есть, вы пытаетесь поместить себя в определенные рамки. Конечно, сложно. Практически невозможно сказать, так ли это на самом деле. Потому что сейчас слишком мало информации. А вот. Ну, страх осуждения, страх оценки, который вы демонстрируете достаточно силен. Сильная рационализация, уход в мысли, уход в какой-то интеллект, да, в интеллектуальную работу, уход. Все это у вас достаточно сил работает и является одним из, на мой взгляд, тех образующих конфликтов, тенденций, скажем так, скажем так. Вот. И, на мой взгляд, с этим-то вам, собственно, и надо работать. Вот. То есть, не выяснять у себя, там, если у вас заболевание, да. Потому что, ну, как бы, это нужно не спрячивать, а именно вот работать со своими проблемами, ну, со своими противоречиями. Вот. И смотреть, могу ли я с этим что-то сделать, например, да. Вот. Или хочу ли я с этим что-то, что-то, что-то сделать. То это куда более такой вот важный момент, куда более важная деталь, на мой взгляд. Вот. На что, собственно, и нужно обратить внимание. Повторюсь, на тех случаях. Повторюсь, что все эти технологии, все эти, значит, слова, термин, которые вы используете, вы прячетесь от реальных проблем. Все. Все. Данные слова и термины нужны исключительно специалистам. Не нужны эти слова. И термины вам, как клиентам. Да. Поэтому я рекомендую вам, ну, знаете, в какой-то степени перестать, да, пытаться рационализировать, да, а решить на себя. Хочу ли я, хочу ли я, там, например, реально это изменить. Если реально изменить я это хочу, да, то есть если вы хотите реально это изменить. Если вы хотите реально изменить свою ситуацию, да, если вы хотите, ну, действительно, что-то поменять, то вам нужно начинать психотерапию. И работать в первую очередь с вашими страхами, конфликтами, завышенными совершенно неадекватными требованиями к себе, вот, перфекционизмом и так далее. Понимаете? Понимаете? Ибо, эм, то, о чем вы говорите, эм, может быть, и скорее всего, является просто вашей особенностью личности. И ничего такого, эм, аномального и патологического в этом не. Но вы уже себе накрутили, вы уже себе придумали, ну, проблематику, вот. И, конечно, эм, теперь вам тяжело, вот. Особенно от того, как вам еще знакомы, эм, там, в прошлом практикующий патхол. Вот. Нужно понимать, что человек, а, в прошлом практикующий психолог, это не то же самое, что человек практикующий психолог сейчас. Вот. То есть, как бы, ну, разные, разные вещи немножко. И, соответственно, относиться к словам, эм, такого же человека, мягко говоря, эм, серьезно, наверное, не стало. Кроме того, эм, наверное, еще раз я сейчас скажу, эм, значит, сказал, что при первом взгляде на меня решилась, у меня начальная тадость из времени. Психолог не имеет, эм, возможности, эм, и права, эм, в том числе, в том числе морально-этического права, определять, эм, эм, ну, заболевать, заболевать. Знаете, это может делать только специально обычный человек. Брат. Ну, никак не. Эм, да, о ком вы говорите. Еще раз. Практикующий психолог не диагностировать заболевания. То, что кажется, что она с вами поделилась этим, эм, этими мыслями является неэтичным, к сожалению. Понятно. То есть, это, эм, выпиющее проявление непрофессионализма. Хочется вам этого или нет? Это выпиющее, повторюсь, выпиющее проявление непрофессионализма. Не право вся на липу. Эм, вот в, вот в там, вот в, вот в там, неэть. того, что у вас есть психические заболевания, но решить свою проблему вы как будто бы особо и не хотите. Вы не верите, что это можно сделать, вы считаете, что это бесполезно, пытаться что-то менять, чтобы исправлять. Или что? То есть, ну вот, у вас ведь есть, да, но проблема определенная, вы не будете с этим спортом. Как вы хотите решить свои проблемы? Каким образом? Допустим, диагноз никак не поможет вам в решении проблем, именно налаживания общения в отношениях с людьми и так было. Вот, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. В серьезнее, пока. Поехали. 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 Продолжение следует...